Рост индивидов кристаллов Еще раз напоминаю вам, наверное, последний раз Кристаллы образуют пирамиды роста граней, плоскости роста ребер и линии роста вершин Причем, если у нас рост идет при постоянных условиях, они ограничены прямыми линиями И сходятся, как правило, в центре кристалла, ну или в какой-то точке кристалла, откуда начинается рост данного индивида При смене условий роста форма их теряет прямолинейность, а иногда даже приобретает дискретность Что свидетельствует об остановках роста кристаллов Но это впереди Сегодня у нас с вами тема взаимодействия растущих кристаллов и маточной среды То есть среды кристаллизации Смысл Взаимодействие поверхности кристаллов с подвижными средами Фундаментальный процесс, который составляет основу роста кристаллов Это адсорбция, то есть поглощение частиц на поверхности кристаллов Значит адсорбция, концентрация вещества на поверхности растущих, раздела фаз Любой кристалл это результат адсорбции вещества из среды А затем отбора, упорядочения его на своей поверхности И соответственно закрепления в самом кристалле Кристалл весь состоит из бывшей поверхности адсорбции Рассмотрим проблему от упрощенной идеализированной модели С постепенным усложнением ситуации Значит кристаллическая поверхность в вакууме При нулевом градусе Кельвина, то есть при абсолютном нуле Ну как нам ее получить? Расколем идеальный кристалл по спаянности Это так называемый полукристалл Частицы на поверхности будут иметь частично нескомпенсированные электрические заряды Поверность может быть не идеально ровной Обычно на ней имеется микроступень высотой в несколько атомных слоев Сами ступеньки могут быть неровными Для многоатомных ступеней эти неровности именуют изломами Отдельные атомы на гладкой поверхности или на ступени Как наиболее слабо связанные с кристаллом Считаются листистично ему принадлежащими и называют адсорбированными Значит, если кристалл ионный, то можно грубо оценить силу связи атомов В различных положениях на его поверхности Ну вот, эта схема, вообще говоря, достаточно любопытная Значит, где максимальная сила связи иона? Она во внутреннем углу Меньшая на изломе Еще меньше на ступеньке И минимальная на гладкой поверхности Вот здесь дана оценка энергии присоединения ионов к различным участкам грани кристалла Ну, соответственно, при нулевой температуре атомы неподвижные не могут перемещаться ни в объеме, ни по поверхности кристалла При температуре больше нуля уже существуют тепловые колебания строительных частиц кристалла Соответственно, эти движения будут приводить к тому, что случайно где-то накапливается кинетическая энергия частиц Которая может превысить потенциальную энергию адсорбированной частицы И она переместится в соседнюю потенциальную яму Такие перескоки будут до тех пор, пока частица не попадет либо в глубокую яму Из которой не сможет выбраться при данной температуре Либо оторвется от поверхности и уйдет в раствор В среду кристаллизации Значит, чем выше температура Тем интенсивнее будут вот эти вот поверхностные движения частиц То есть диффузия И интенсивнее будет уход в раствор Соответственно, равенство потоков с поверхности в раствор и на поверхность Существует при равновесии кристалл-флюид Значит, соответственно, если энергия адсорбции частиц на данной грани велика То адсорбированная частица не будет диффундировать, не будет мигрировать по поверхности кристалла А сразу займет какое-то определенное положение в структуре кристалла Если в среде кристаллизации существует не только газ Соответствующий составу кристалла То посторонние частицы будут вести себя в принципе точно так же, как свои Значит, различия будут только количественные По энергиям связи с поверхностью кристалла И по содержаниям частиц разного сорта в среде По их парциальным давлениям Значит, вот здесь одна из немногих формул, которые я привожу в своем курсе Это фундаментальная формула Дебура Значит, соответственно, вы видите здесь энергии связи Абсолютная температура Площади на поверхности, на грани, которые занимают частицы разного сорта И вы видите, что эти площади Они зависят по экспоненте, то есть степени От энергии связи То есть качество гораздо важнее количества Значит, что следует из этой формулы? Ведущую форму в роль в определении времени пребывания частиц на поверхности кристалла Ну, при равновесии играет энергия связи с поверхностью То есть энергия отсорции находится в показателе степени А концентрация частиц, или давление паров, играет второстепенную роль То есть качество гораздо важнее количества Если у нас с вами некоторые компоненты в растворе Присутствуют в количестве чуть не десятков процентов То есть это основной компонент в растворе Но энергия связи слабенькая То понятно, что они будут в очень слабой степени попадать в кристалл И наоборот, у нас есть вещества С колоссальной адсорбционной поверхностью Скажем бы, это то, что называется поверхностно-активные вещества Ну, такие типа, как нафтида и прочее И, соответственно, они просто прилипать будут к поверхности И интенсивно попадать в состав кристалла Вот такая характеристика Вот эти положения важны И теперь, что важно Что кристалл не умеет разбирать свои и чужие Вот в этом-то коренное отличие Неорганической природы от органической Организмы умеют не пускать в свой состав Мембранами и прочими хитростями Не пускают в свой состав чужие компоненты А кристаллы этого делать не умеют Они не умеют различать частицы Включается все, что есть в растворе Соответственно, вот этой самой формулы Дебура Значит, вот эти положения важны Избирательность адсорбции И то, что она на разных гранях кристалла Одного и того же кристалла Разная Свидетельствует о том Что процесс кристаллизации Очень сложная Очень сложная вещь Различия в концентрациях Подвижности дажных частиц Атомно-молекулярного масштаба На разных поверхностях кристаллов Обуславливают подавляющую часть Особенностей кристаллизации Скорости роста граней Степени их дефектности И так далее Вообще не существует универсальных адсорбатов Но есть ряд веществ Которые хорошо адсорбируются На очень больших группах кристаллических веществ Это так называемые модификаторы Или поверхностно-активные вещества Что для них характерно? Наличие низкомпенсированных зарядов И способность легко возбуждаться Порождая свободные химические связи Вот сильно сорбируются Органические красители Нафтиды Вот они именно содержат Эти самые Нечетное число электронов и молекул Соответственно, большая ненасыщенность связей Большая адсорбационная способность Но теперь дальше идем Каково взаимодействие поверхности кристалла с жидкостью? Практически неподвижность частиц твердой поверхности Резко снижает подвижность контактирующих С ней адсорбированных частиц Значит, снижение вот этой подвижности По эстафете с затуханием Передается в жидкость На некоторое Достаточно большое расстояние Поэтому около кристалла Жидкость всегда структурирована Затухание, естественно, зависит Ну, темп затухания От вязкости и скорости движения жидкости Но около кристалла в слоях любой жидкости Микронной-микронной толщины Изменяются вязкость жидкости Плотность, диэлектрическое состояние и так далее Близи поверхности кристаллов Снижается растворимость Причем по-разному для разных граней Соответственно, любое изменение состояния среды Температуры, давления, состав Механическая напряженность самого кристалла Через изменение потенциального поля поверхностей Будет приводить к какому-либо смещению состава Адсорбированного слоя Таким образом Система растущий кристалл-раствор Не примитивная, а сложная Реально она состоит из ряда подсистем Первое – кристалл и адсорбированный пограничный слой С одной стороны Пограничный слой раствора С другой стороны И третий – раствор на удаление от растущего кристалла То есть, вот видите, да? По крайней мере, три слоя Состав адсорбированного, адсорбционного пограничного слоя В принципе входят все входящие вещества в среде кристаллизации На фоне общего макроскопического равновесного состояния Идет постоянная конкуренция за наиболее глубокие потенциальные ямы Для каждой частицы И для каждой группировки Поэтому процесс отбора Наиболее прочно связанных с поверхностью кристалла-частиц Требует относительно большого времени для восстановления равновесия Итак, что такое рост кристалла? Это такая разновидность адсорбции При которой состав и структура подложки Постоянно воспроизводятся Иначе говоря, высоким штилем Редуплицируются И поверхность кристалла перемещается Оставляя за собой кристаллицкое вещество Кристалл в равновесии со средой Не изменяет массу Но при любых температурах Идет внутренняя диффузия вещества Со снятием напряжений Внутренние, внутри кристалла И поверхностная диффузия С десорбцией частиц И закрепление их в местах С максимальной энергией адсорбции То есть происходит снижение свободной энергии кристаллов Происходят необратимые изменения Пограничного адсорбционного слоя Вот такая длинная история Массоперенос при кристаллизации На процессы кристаллизации Большое влияние оказывает характер Массопереноса вещества Из среды на поверхность кристалла Выделяют три типа Такого массопереноса При росте Да, ровно То же самое и растворение кристаллов Первый – диффузионный Второй – свободной конвекции И третье – вынужденной конвекции Первое – диффузия При существовании различия в концентрациях вещества Или каких-либо полей В выделенном объеме жидкости Газа или твердого тела Хаотическое движение частиц Приводит к возникновению Направленного Макроскопического движения частиц Из области повышенной Концентрации В область пониженной концентрации При разности температур В растворе возникает различие в концентрациях Это так называемый эффект царя Второе – свободная конвекция При росте кристалла Концентрация вещества В пограничном слое раствора понижена А температура почти всегда повышена Из-за выделения теплоты кристаллизации В результате Плотность раствора вблизи растущего кристалла Ниже, чем на удалении Поскольку процессы происходят Под влиянием силы тяжести Мы же все в поле силы тяжести Земли Соответственно, раствор пограничного слоя Всплывает Возникает конвекционный поток Вверх от кристалла А на место его приходит новая порция Раствор вокруг растущего кристалла В результате расслаивается В нем возникают градиентные зоны При растворении Из-за противоположных изменений Плотность раствора Растет И поток от поверхности кристалла Направлен вниз Вот, соответственно Перед нами вот эти картинки Вот такие вот получаются Конституционные потоки Лоис-Вульфовские Вот видите Интерференционные голограммы Снимают раствор В котором происходит рост Или растворение кристалла Вот, соответственно, картинка Слева всплывают У растущего Справа опускаются От растворяющего кристалла Вот происходит расслоение Кристалла Соответственно Видите, да, градиенты Получаются вдоль кристалла Понятно Что пока они существуют Невозможно вырастить Идеальный кристалл Вот надо каким-то образом Исхитриться Создать условия Чтобы не было Вот таких вот вещей Или чтобы они были Минимальнейшего масштаба И только тогда Мы получаем Более-менее пристойные кристаллы Теперь Любопытнейшая вещь Вот мы вытащим эти кристаллы Что растущий Что растворяющийся В течение до часа Иногда больше Сохраняется вот эта самая Расслойность Понятно, как медленно Идет диффузия Внутри раствора Устанавливается Вот там картинка Ну вот Интерфекционные голограммы При переходе от растворения Кристалла К росту кристалла Вот впереди Понятны картинки Вот так То есть помимо того Что кристалл у нас Практически постоянно Охвачен градиентной зоной Около пограничного слоя Кристаллы обычные И конвективные потоки По этим причинам Растущие кристаллы Особенно крупные Реально неоднородные В местах отрыва струй От поверхности кристалла Обычно возникают Флюидные включения Ну Кристалл нередко Становится молочным Или он приобретает Фарфор видностью Ну вот Здесь Ровно то же самое Когда мы Производим Гомогенизацию Флюидных включений С кристаллами солей Ну в данном случае В фоллерите Одного из месторождений Вот идет нагрев Вы видите Вот идет Растворение Соответственно Расслоение Возникает Вот такие вот Что это Понятно Размер-то Ничтожный И вот вам Такая картина Вот вам Типичная Правда Реальности Ну идем дальше Скорость Свободной Конвекции Зависит От скорости Роста Ну или Растворения Кристаллов И естественно От его размера От разности Плотности Кристалла Растворителя От вязкости И теплопроводности Растворителя Которые В значительной Степени Определяют Толщину Пограничного Слоя Раствора Помните Да Из которого Собственно Идет Рост кристалла Или же Его растворение Ну теперь Третья Вынужденная Конвекция Она возникает При появлении Разностей Давления В подвижной Среде Ну это поток Жидкости Под действием Гравитации Значит Движение Грунтовых И артезианских Вод Гидротерм За счет Превышения Давления На глубине Ну понятно На глубине Давление Повыше Вот гидротерм В основном Вверх И движется Ну равно Как и Магматические Расплавы А также Вследствие Вскипания Растворов Соответственно При возрастающей Температуре Под действием Тектонических Напряжений Которые При понижении Там Пористости Пород Ну и так далее Массоперенос При диффузии Минимален При диффузии Массоперенос Минимален При вынужден Конвекции Естественно Максимален Характер Массопереноса Оказывает Очень сильное Воздействие На морфологию Растущих И растворяющихся Кристаллов В каких средах Реально действует Только Диффузионный Механизм Переноса Вещества В твердых Телах В переоклажденных Расплавах С высокой Вязкостью В густых Гелях А также В тех Случаях Когда Кристаллизация Из растворов Происходит В тончайших Трещинах И капиллярах При этом Обычные варианты Диффузного Голодания Вот это Диффузионное Голодание Понятно Вещество Питания Очень трудно Поступает Ну вот Такие пироги Увеличение Массы Переноса Сверх Диффузионного Обычно Не только Увеличивает Скорость Роста Но и Приводит К росту Полногранных Кристаллов В направленном Потоке Скорость Роста Грани Встречающих Поток Больше Чем Противоположных Ну понятно Они Успевают Больше Ухватить Вещества Чем Хвостовые Части Понятно Что По Морфологии Кристаллов Мы очень часто Можем Определить Направление Движения Гидротермальных И иных Растворов Но давайте Коснемся Вопроса Кинетики Кристаллизации Скорость Роста Граней Определяет Большое Число Свойств Кристалла И сама Она Определяется Всей совокупностью Внешних Условий Формы Поверхности При Поверхностной Дефектности При возникновении И возрастании Пересыщения Некоторое время Рост Не Начинается Вот этот Интервал Пересыщения Когда нет Роста Вот так называемая Мертвая зона Ее ширина Зависит от Загрязненности Среды Активными Примесями И обратно От температуры Ну понятно Чем выше температура Тем она уже Обычным является Одновременное присутствие На кристаллах Граней растущих И нерастущих Вот возьмите Это в голову Нередкий случай Когда у нас Одни грани Кристалла Растут А другие Не растут Вот эти грани Которые не растут И грани торможения Очень нередко Это для кварта Характерно Когда растут Только грани Ромбоедра Понятно Что получается Да Вот такое Нерастание И у нас Вот эти грани Призмы Нередко Грани торможения Практически Нерастущие Или просто Нерастущие Вот такая Картинка После Длитной Задержки Нерастущего Кристаллов В насыщенном Растворе Последующего Создания И увеличения Пересыщения Начинается Быстрый рост При разных Механизмах Роста Зависимость Скорости Роста От пересыщения Различается При одинаковых Пересыщения И примесном Составе Раствора Скорость Роста Увеличивается При росте Температуры Изменение Скорости Роста Происходит Не плавно А часто Скачками Аномалии Скоростей Приорочны К особым Точкам Воды Мы об этом Уже говорили И к интервалам Ее структурной Перестройки Для многих Веществ При постоянной Температуре При одном И том же Пересыщении Одном И том же Составе Среды Обнаружено Что скорости Роста Непостоянные Для крупных Кристаллов Водно Растворимых Солей Колебания Скорости Рост Составляют 2-4 раза А вот Для мелких До многих Десятков Раз Вот Пожалуйста Это Держите В голове Продолжительность Флуктуации Скоростей Составляет До многих Десятков Минут Главная Причина Столь резких Колебаний Скоростей Роста Кристаллов Во времени Это Колебания Пересыщения Непосредственно На границе Раствора С кристаллом Что обусловлено Неустойчивостью Конвекционных Потоков С изменением Пересыщения Меняется Число Активность И расположение Центров роста На гранях А соответственно И скорость Роста Граней Флуктуативное Зарождение Новых центров Роста На поверхности В свою очередь Производит К изменению Приводит К изменению Пересыщения В разных Участках Поверхности Кристалла И таким образом Для всей Системы Постоянно Поддерживаются Переменные Условия Роста С течением Времени При неизменности Внешних Параметров Роста Наблюдается Тенденция К уменьшению Общей скорости Роста Кристаллов В чем дело Уменьшается Число Активных Центров Роста На их Поверхности Ну вот Здесь Обращаю Ваше Внимание Это Синтетика И это У нас С вами Плэкласс Разного Состава Кристаллизуется Из расплава И соответственно Конкретные Наблюдения Скорости Роста Для Анартита И более Кислых Более Натровых Плэклазов Как видите Очень Неслабо Скорость Роста Зависит От состава Кристаллов Ну теперь Смотрите Форма Кристаллов Как зависит От степени Пересыщения И Переохлаждения Значит Соответственно Как только У нас С вами Степень Пересыщения И Или Переохлаждения Возрастает Мы довольно Быстро Уходим Из области Роста Нормальных Полногранных Кристаллов В более Сложные А потом Скелетные И наконец Дендритные Вот видите Как сменяется Форма роста Перита Ну давайте Полюбуемся На знакомые Нам с вами Льдинки Или снежинки Ну Обращаю Ваше внимание Это вот Степень Пересыщения Это Граммы На кубометр Воздуха Как вам Разница Одна десятая Грамма Воды На кубометр Воздуха Смотрите Как разительно Меняется Форма Кристаллов Ну Температура Как видите Тоже Работает Но пересыщение Работает На порядке Мощнее Видите Как он Легко свалится От нормального Роста Понятно Почему у нас Снежинок Гораздо больше Чем льдинок Потому что Как правило Пересыщение Выше Вспомните узоры Зимние узоры На стеклах В транспорте Идущем На поверхности Ну Где там Правильные Сплошные Веера Сплошные Картины То есть Не просто Скелетные Кристаллы Дендритные То есть Интенсивно Расщепленные Скелетные Кристаллы Вот такая Красота Вот Ничтожная Степень И уже Мы сваливаемся От нормального Роста К скелетному А дальше К сложной Дендритному Ну Здесь Собственно Та же Самая Картина От переохлаждения В магматических Породах Ну Оливин Мы уже С вами Смотрели Давайте Еще раз Посмотрим Видите Зависимость От температуры Закалки Вот нормальные Классические Домики Кристаллы Оливина Полускелетные Скелетные Уже Палочки Ну А здесь Вот видите Здесь В объеме Вот что происходит От полногранных Кристаллов Полускелетных К скелетным То есть Когда Вот типичные Китайские Скульптуры Да и Форма есть А содержания Нету И наконец Совершенно Тончайшие Вот Дендриты Ну Это ровно То же самое Вот они Уже Дендриты Абсолютные Просто Волоса Просто Рот Абсолютное Диффузное Голодание Рот Просто Бежит За кормом Где бы его поймать Где вещество Уцепить Где его найти Вот соответственно Растут Вот такие Неимоверные Формы Кристаллов Ну Так вот Спасибо за внимание